Глава 3. Источник. Мы, кажется, немножко посидели. Совсем чуть-чуть. Так, приклыли на какой-то кровавый остров. А у нас есть ничего. Ладно, идем вперед. Так, что у нас тут? Неужели это та самая пещера, про которую говорил братец Домовой? Так, а еще раз. Ясно? Давай еще раз. Хорошо стукается. Так, здесь надо отключить побе. 1, 2. Так, это у нас включает вторую и четвертую. Первая. Переставляет их. Так, а здесь? Ну, допустим. Так, я так понимаю, надо везде отключить. Так, отключили. Так, пока ничего нет. Здравствуй, Ларс. Зачем же было убегать? Наши края – опасное место для прогулок. Леса и реки держат безжалостными тварями. Безжалостное существо здесь ты. Для одних я зло, а для других – спасение. Со временем ты все поймешь. Я ни секунды не сомневалась в твоих способностях. Если ты избежал, то лишь ради того, чтобы прийти ко мне в гости лично. Добро пожаловать в мою обитель, Ларс. Ты сильно увозмужал. Местное население наградило тебя благородной сединой. Хватит заговаривать мне зубы. Где Элли? Отпусти ее немедленно. Элли в безопасности. Пещера закрыта от нежеланных гостей. А, ты уже здесь. А мы тебя везде ищем. Не бойся, иди к нам. У тебя очень плохой нюх. Что за чертовщина? Зачем я им? Ради какого ритуала они так жаждут меня заполучить? Может быть, Элли где-то здесь, совсем рядом? Я должен осмотреть остров. Пойдем еще в пещеру сходим. Нет, больше не идет. Ну ладно. Так, идем дальше. Назад больше не вернуться. В колодце мы все так же. Он не спит. Просто бездействует. Без бабочки это лишь жуткая тряпичная кукла. Так, туда он, видимо, не пойдет. Да. Боится. Ну, значит, только в дом. Так, что у нас здесь? Так, кто у нас? Левое, правое. Это у нас верхнее и нижнее. Здесь у нас право-низ. Левая сторона. Так, это ключи надо везде. Запоставить. Совсем так уже. А, снизу у нас бабочка у нас ключа. Так, теперь надо здесь все ключи собрать. А, ну и бабочка. Так, заходим. Зеркало. Зеркаль по-другому дергается. Ну, допустим. Как много книг. Сложено, аккуратно и почти везде закладки. Сказки из дворца. Да, я знаю эту книгу. Мама читала мне ее в детстве. Так, а мама у нас пропала пять лет назад. Здесь у нас диадема. Не собрано еще. Небольшой, хорошо заточенный нож. Бабочка, значит, где-то есть и девочка. Так, ты у нас кто? Очередное трудие на службе зла. Так, у нас не подпускается. Кажется, это самый обыкновенный черный чай. Так, у нас либо к костру не подпускает к камину, либо к банкам, к дровам. Так, ему надо что-то поездать. Глиняный чайник с самым обыкновенным черным чаем внутри. Так, ну, пока, видимо, только наверх. Наши друзья. Бедняга. Паразит пожирать его изнутри. Тоже самое. Так, свечку зажечь нам нечем. Может, наверное, надо его вырезать. Палку немного. Видимо, я сорвал созревший плод. Так вот, значит, как рождаются на свет кровожадные бабочки. Да. Неплохо. Видимо, я сорвал созревший плод. Так, то же самое. Так, что мы можем? Чайником ее поймать? Мы ничего не можем с ней делать. Она у нас не выделяется. Так, а с ним? Интересно, у личинок есть уязвимости? Сейчас та тварь сладко сидит внутри и кормится мальчиком. Но что, если поместить внутрь что-нибудь острое или кислое? Так, чайник, наверное, чай, вряд ли получится. Не получилось. Чай не подействовал. Что, впрочем, не удивительно. Так, а с тян ножом пырнуть? Такое не предусмотрено. Так, значит, нам надо что-то взять. Это взять бабочка, книжки. Так, вариантов-то немного. Так, хорошо, если мы тебе нальем чаю. Так, тебе нам ничего не налить. Так, есть бабочка. Можно вырезать бабочку. Нельзя вырезать бабочку. Так, книжки. Тут тоже ничего. Так, ладно, посмотрим, что снаружи. Либо... Так, хорошо, у нас открылся там проход. Так, сходим за ней. Посмотрим, что она делает. Она просто вернулась в пещеру, наверное. Но за ней он не пойдет. Так, ну сейчас, значит, вправо, что это кислое. Надо. Ну, сейчас найдем. Так, может, у тебя что-то можно вырезать? Нет. Уф, бесполезно. Так, а, грибы. Мост сломан и, судя по средам когтей, намеренно. Так, ну что, мы срезаем грибочки. Или просто так возьмем? Просто так. Так, и соединяем. Сорвлены у моста грибы. Черный чай, приправленный неизвестными грибами. Так, вот теперь бабочка должна вылезти. Недозревшая. А, меня слома выворачивают наизнанку. Там была личинка. Как ты? Тебе лучше? Возможно, не знаю. У меня зноб. Слодят все мышцы. Дикие рези в желудке. Как ты оказался здесь? Что-нибудь помнишь? Я не представляю, где я сейчас, но хорошо помню ее лицо. Еще совсем юная, но с выразительной ложбинкой между бровей. Словно даже во сне эта девочка не перестает хмуриться. Она долго смотрела на меня из-за дерева, а после все как в тумане. Ее лицо совсем близко. Она протягивает руку. Нечто холодное и страшное держит сзади мои челюсти. А девочка с милой улыбкой кладет что-то мерзкое мне на язык. После сильный щелчок и... Это удивительное воспоминание. Весь мир вокруг стал терять краски. Я не мог пошевелить глазами. Квы просто зрителям, закованным в собственном теле. Все мои органы чувств отказали. Осталось лишь зрение, которое медленно угасало. Я видел лес и даже речку, в то время как мои глаза все сильнее и сильнее покрывала белая пелена. Прости, я совсем забыл тебя поблагодарить. Ты убил девочку? Нет. Судя по всему, она ушла на очередную охоту. Здесь оставаться опасно. Нужно уходить. Спасибо. Не знаю, как поблагодарить тебя. Отдохну еще немножко и в путь. Так, ты можешь вниз спуститься. Тебя там этот будет пока есть. Мы что-нибудь там сможем предпринять. Давай, спускайся. Ладно, мальчика мы жертвовать, видимо, не будем. Так, а ты почему потек? Что с тобой такое? Через ночь родина служил зла. Возможно, он охранял. Что-то важное. Так, либо в него личинка вселилась. Так, сейчас посмотрим, что здесь еще есть. Разрезать. Нет. Так, банка нам нужна была. Банка с фигурной крышкой. Так, наверху бабочку мы не сможем туда поймать. Она не активна. Так, а вот здесь вот у нас идет какая-то слизь. А, ну правильно. А, ну правильно. Слизь-то упала личинка на эту книжку. Да, и залезла в того монстра. Так хорошо, у нас есть банка, но зачем? Что надо вернуться, бабочку поймать. Хотя до этого он не возвращался. Ну, как бы и сейчас не собирается. Так, ладно, посмотрим, может это справа есть. Или все-таки надо наверх бабочку поймать. Значит, попробуем наверх. Может быть, теперь она будет активна. А, вот теперь понятно. Такая сама залезла. Все дело в волшебной банке. Или бабочка приняла меня за хозяина, поскольку первым увиделась именно меня. Так, хорошо. Банка с пойманной волшебной бабочкой. Так, ну теперь, наверное, мы сможем выйти, либо... Так, вот это сейчас оживет, наверное. Надеюсь, этот громилу примет меня за нового хозяина. Так, да, у нас новый друг. Так, теперь он, наверное, поднимет плиту. Так, тут у нас лестница. Так, надо бежать. Дверь, наверное, надо закрывать за собой. Справа был замок. Так, это куда? Заперто проклятие. Так, вот еще мы что-то крутили. Там, наверное, наверх было закрыто. Так, ладно, будем побыстрее. Закрыто, закрыто. Справа закрыто. Так, и здесь открыто. Но я не знаю, зачем мы это крутим. А, понятно. Спрыгнуть можно. Так, и что он? Так, он вверх уже не видится. Я думаю, опять наверх. Так, хорошо-то пробежимся направо, посмотрим, что там. Да, даже дверь не успела закрыть. Закрываем, бежим, бежим, бежим. Наверх, наверх. Сейчас там трогать-то не будем. А, нам здесь не спрыгнуть. А, здесь у нас ключ. Заперто проклятие. Так, понятно. Он сейчас откроет, наверное. Да. Так, значит, надо раскрутить эту, подняться наверх. Все ясно. А потом куда-то внизу, не знаю, откуда этот ключ. Наверное, от двери справа. Закрываем. Наверх. Так, здесь тоже нужно закрыть. Вот, про это я забыл. Так, открываем. Поднимаемся. Тоже закрываем. Берем какой-то ключ. Ждем. Спрыгиваем. Так, это нам, наверное, не закрыть. Так, вряд ли правильно. Ну, может быть, и правильно. Здравствуй, Ларс. Откуда ты знаешь мое имя? Открой дверь. Зачем оттягивать неизбежно? Грюн быстро распутает меня. И мы вместе пойдем к нашей госпоже. Я уже встретил двух мальчиков наверху. Они были в восторге от вашего общества. Не обращай на них внимания. Они просто расходный материал. Тебе же уготована совершенно иная роль. Всем девочкам был отдан приказ привести тебя живым и невредимым. Любопытно. И какая же участь меня ожидает? Нам неизвестно. Ларс, мы просто служим и исполняем волю госпожи. Как твое имя? Кем ты была в прошлом? Мое имя Софи. Я дочка умельника. Вернее, когда ты ей была. С меня и началось великое становление нашей общины. Расскажи мне об этом. Я хочу узнать все. Мне нечего скрывать. Госпожа заговорила со мной в лесу около года тому назад. Сначала она просвещала меня по теме мироздания. Я наконец получила ответы на мучившие меня с детства вопросы, которые ставили в тупик моего отца. И вот, во время одной встречи, госпожа привела меня в заброшенный дом, где по ее указаниям я собрала первую диадему, соединившую ее сознание с моим. Позволь мне освободить тебя, пока твой разум окончательно не сгнил. И что-то забрал. Ключ снят из пояса Софи. Так, то есть, если мы снимаем д-демо, то она умирает, походу. Так, тебя мне уже не забрать. Так, ну теперь только направо. Проклятье, дверь закрыта.